Хочется, чтобы наш коллективный разум как-то нас вернул именно на землю. Например, приезжаешь куда-нибудь, где очень красивая природа, и она жутко загрязненная. Мусор какими-то адскими тоннами валяется, пластикой, все такое. Такая природа красивая. Хочется, чтобы она осталась. Не снимайте меня. Не хочу никого поучать, просто мне иногда грустно. Я сейчас не агитирую за то, чтобы на утку не охотиться. Я агитируюсь за то, чтобы пластиковые бутылки не выбрасывать. У меня опыт режиссера-дебютанта, женщины-режиссера-дебютанта. Когда люди чувствуют, что ты знаешь, чего хочешь, и когда еще вместе, когда получается первый раз у всех вместе сделать что-то достаточно крутое, вот в этот момент происходят изменения, и все начинают в едином пореве работать на результат. Пришел один актер пробоваться на главную роль мужскую, и он совершенно внешне на нее не подходил. Просто идеально читает эту сцену. Сердце замерло, потому что я понимаю, что я не могу взять на эту роль, что он потрясающе это сейчас только что сделал, и это должно быть сделано так. И дальше у меня приходит такая сумасшедшая мысль, что мне сейчас надо переписать весь сценарий, чтобы это было логично, что это он играет эту роль. Не знаю, как это входит в мой актерский ролик, но бог с ним. Мне тяжело, когда человек кричит просто для того, чтобы кричать, и таким образом заводит себя, и создает какую-то видимость деятельности. Слепая агрессия, я умею это очень сильно действовать. По отношению к слабым, в таких случаях предпочитаю, если есть возможность просто уйти с площадки, и без скандала я тихая. Предпочитаю жалеть о том, что я сделала, чем потом всю жизнь жалеть о том, что я попробовала что-то, чего мне очень хотелось. Я вообще людей принимаю близко к сердцу. Ужасно, некомфортно находиться в состоянии обиды. Ненарочно наверняка обижала кого-нибудь. Если кого-то обижало, простите меня. Я же родилась с этой фамилией, я никакой другой фамилии не знаю, поэтому это геданность. Вот это вот, ну, конечно, понятно ей там все дано, но это нелепо и наивно, но при этом ты понимаешь, что люди с этой парадигмой живут. Как говорят британские ученые, все корни из детства, наверное, это так происходит. Все люди разные. Если кому-то хочется сфотографироваться, тут кокетничать, что как бы нет, я это все не люблю, нет, я вот нет, ну, это входит в комплект. Это такой вот комплект ты сам себе выбрал, или он тебя выбрал. Математика и музыка, и поэзия, и вообще искусство – это вещи взаимосвязанные. Как живут математики? Люди, которые понимают что-то такое, чего мы все не понимаем. И им с нами не очень интересно, потому что мы этого не понимаем. Могла бы я заниматься чем-то другим, я бы, наверное, пошла бы в науку. У меня внешность, которая многим кажется, что за ней ум, и за ней некая серьезная функция. Я воспринимаю те, кто не хотят, чтобы много играли в кадре, потому что мне свойственно вот это вот отсутствие игры. Для меня это какой-то естественный, видимо, способ существования. Я бы хотела много всего разного сыграть, потому что еще очень много играли, и я очень много из них не сыграла. Детективы, например. И я бы с удовольствием сыграла кого-нибудь следователя, который расследует всякие преступления, просто потому что мне дико интересно. Разные навыки дают тебе возможность посмотреть на эту жизнь глазами разных, очень разных людей. Это мы сейчас просто разговариваем, и я тоже для себя эти вещи какие-то формулирую. Я рада, что в моей жизни, скажем так, было много всего разного. Ну, учусь. Не хочется, чтобы это как-то занудно звучало, но это правда, это вот на самом деле какой-то жизни еще и смысл тоже придает движение вперед. Не просто трясущийся заяц где-то там в углу, а ты еще и можешь что-то сделать такое. Я не знаю, что у меня с волосами, пардон, я просто сейчас чуть-чуть порефлексирую на эту тему. Есть люди, у которых я бы хотела учиться и просто слушать их, просто слушать. Можно записывать наброски и из них книгу сделать. Дарю точку, там число. Dear David. Бум. Не хочу ни в прошлое, ни в будущее, потому что я хочу вот здесь и сейчас. Я вам желаю удачи, потому что это очень-очень важно, чтобы при всем при этом и при таланте, и при том, что сложилось так, чтобы еще у вас была удача. Я только как-то вот даже потом про это уже стала думать и думаю, ну ладно, удача, удача. Потом стала про это думать, думаю, правда. Есть вот этот некий элемент, хрупкость, хрупкая профессия. Как-то ушла в какую-то философию, но сами меня спрашивайте, вот я говорю, что думала. Кажется, мир тебе дает, да, вот это ощущение того, что ты часть этого большого разного мира. Маленькая часть.